Добрый день, это Арамбар и проект-нофис Ертаса Адакаланган. Сегодня в очередной раз мы рассматриваем вопросы и чаяния молодежи Павлодарской области. И у нас в студии руководитель областного штаба Жаслъель Абай Вахет. Добрый день, спасибо, что пришли. А вот у нас минувший год был особенным для молодежи, он был объявлен годом волонтера. Ну и молодежь показала себя в лучшие свои качества в связи с тем, что была пандемия, и они тоже оказали поддержку населению. А вот хотелось бы узнать, Жаслъель штаб, что в этом году, в минувшем году предпринял такое, что что-то может быть отличается от минувших лет? Какие были основные достижения, какие были основные цели? Во-первых, спасибо за приглашение. Да, хочу подчеркнуть, что я доволен очень результатом молодежи, друзей, коллег своих. Сделали большую работу во время пандемии, разводили различные продукты, включая все молодежные организации, волонтерские, университеты даже, студенты. Несмотря на то, что они учатся онлайн, после учебы, конечно, они помогали. Если говорить о Жаслъель, 2020 год начался на два месяца позже, но мы достигли всех своих результатов. Самый большой результат – это мы трудоустроили 2100 бойцов по области, это 10 районах и трех городах нашей области. Кроме этого, мы стали лучшим штабом Казахстана. Третий раз подряд, кстати. Три года подряд мы эту номинацию оставляем у нас приютыше. И вот такие вот большие работы. Кроме этого, мы к победе Великой Отечественной войны, 75-летию, нарисовали большой мурал по улице Ломова-Катаева. Может, все видели. Кроме этого, еще мы трудоустроили различные направления, как это строительство, благоустройство и озеленение. Кроме этого, мы охватили еще волонтерские отряды и различные медиа-отряды. Вы были признаны лучшими. А в чем именно? Какие индикаторы? Это включает трудоустроенную молодежь. Количество ребят от 16 до 29 лет. Это было 2100 бойцов. Это больше на 100 бойцов, чем в том году. Надеюсь, в этом году еще больше трудоустроим. А по сравнению с другими регионами у нас как цифры? Ну, мы выше среднего. Некоторые есть, конечно, выделяются где большие бюджеты, в больших городах, в больших областях это до 5000 бойцов доходят. Но мы в середине. Это нормально. Для Павлодара это 2100 бойцов. Это очень даже хорошо. Кроме этого, мы охватили еще некоторые села. Это поселок Майкаин, Орловка. И в этом году впервые у нас старые игры работали бойцы. Ну, помимо количества, какие еще должны быть индикаторы, чтобы признать наш регион лучшим? Активная работа в социальных сетях, СМИ, точно так же, как в выступлении телевидения, например, в социальных сетях больших. Активная работа в ведении страницы, только что вот сказал. И проведение различных мероприятий, акций экологических. И не только то, что вот говорят нам, что сделают, и еще мы от себя выжимаемся полностью и работаем во сочетыренности, можно так сказать. А вот по волонтерской линии, что было сделано, чтобы вы выделили из проведенных мероприятий? В начале, как объявили пандемию, мы точно так же активно работали. Мы развозили продуктовые наборы нуждающимся, это не только в городе Паладар, но и наши активные командиры районов и городов точно так же развозили продукты, помогали. Есть из-за пандемии некоторые дети не могли приехать к своим бабушкам, дедушкам, внукам помочь. В том числе и нам обратились бабушки, и мы помогали в уборке территории, возле дома уголь заносили. Вот такие большие работы проделали. Вот ты сказали, на два месяца позже начали работы проводить. Успели ли все срок или почему на два месяца позже начали? Да, это все из-за ситуации в стране и мире. Мы начали на два месяца позже нашу работу, но выполнили все наши планы. К сожалению, конечно, мы не смогли провести большие экологические акции. Мы каждый год проводили Жасл Кросс на берегу Литыша. Большие экологические акции. Ну, связанные со скоплением людей, да? Да, скоплением людей. Но, надеюсь, если все будет хорошо, в этом году мы еще больше проведем большие мероприятия. Ну, экологические акции различные выезжали. Из села Коряковка наше озеро очищали розовую. Чтобы ситуация не повторилась, которая кубитузом, например, случилась. Мы специально выехали, посмотрели ситуацию, как там пани, если там кто-то убирается, нет. И убрали мусор на территорию озера. Хотелось бы на такую тему поговорить, как привитие добропорядочного поведения среди молодежи. Это одна из таких лучших форм профилактики коррупционных правонарушений и привитие такого мышления, которое не приемлет любые формы коррупции. Вот что делается в среде Жасл-Ель, в нашем областном штабе, чтобы молодежь была более добропорядочной? Ну, для начала мы, конечно, сами должны быть добропорядочными. Мы в этом году открыли онлайн-платформу, чтобы ребята, молодежь Павлодарской области могли онлайн зарегистрироваться, заранее оставить свою заявку, чтобы они не приходили к нам, а заполнили онлайн-заявку, и мы принимали по очереди. Кто первый подал заявку, мы их, конечно, трудовостроим по очереди, чтобы в дальнейшем такие вопросы не были. Почему я трудовостроился, почему вы его не взяли? Вескучили человеческий фактор, да? Да, чтобы весь список есть, он посмотрел по очереди, и все, мы его трудовостроили. Это у нас в штабе. И добропорядочность, в моем понимании, тут к природе, конечно, это к работе. Ребята, чтобы вовремя приходили, работали и получали свои положенные деньги. Уважение к труду, да? К жому трудов, по-моему, в том числе. Да, конечно, это туда же входит. У нас трехсторонний, двухсторонний договор между бойцами, с нами и работодателями, чтобы вовремя выплачивалась работа, все законно, и чтобы все было по документам. Это первая зарпата, первое пенсионное накопление, мест страховка наших ребят. А с 16 лет они вот впервые в руках держат, например, лопату, либо озеленяя в дальнейшем, для них это, я думаю, будет нужно. Ну да, кстати, следующий вопрос у меня такой вот, как влияет прохождение вот такой рабочей практики, в том числе по озеленению, по различным другим видам работ, да, вот на какое-то мышление о молодежи, на что бы они становились как личности? Ну, это трудовая социализация молодежи, от этого все начинается. Здесь именно первая зарплата, как я сказал, первая работа и первое окружение, где они вот вместе, командно работают, да, и здесь они обучаются элементарно держать в руках инструменты. Это если от 18 лет у нас есть строительные отряды, где они работают на стройке, безопасность, техника безопасности. Каску, да, мы еще костюмы даем, специальную рабочую форму для ребят, чтобы они не поцарапывались, не получили различные травмы. Вот, и они учатся элементарно сажать саженцы, деревья, ухаживают за кустиками, за цветами. Есть у нас еще экологический отряд, вот, в доме экологическом школе, да, и там ребята сажают, например, клубнику, различные такие вот интересные. Есть даже у нас теплица, где кофе вырастает. Вот они за этим все следы и обучаются. Ну, это основы, первая основа труда, и умение работать в коллективе, да, и вот такие работы работать именно в команде. Я бы сказал бы еще, что жаслы – это карьерный лифт для наших ребят. Тут, конечно, работали различные наши старшие поколения, которые сейчас руководят молодежными политиками, да, например. О многих можно говорить, кто у нас работал. Ну, никого не будем выделять, да, но немало есть выходцев, успешных людей, и именно из жаслы ели. Конечно, это, во-первых, я так сказал только, что это командная работа. Они изначально учатся коммуницировать с людьми, говорить и работать в команде. А тот, кто человек работает в командную, умеет работать, у этого человека уже дальнейший хороший успех. А вот скажите, какие основные планы 2021 года? 2021 год, сейчас пока у нас тишина, отпуск, и вот, ну, мы в офисе пока планируем различные… Вот, это мы хотим сейчас сотрудничать с большими компаниями, чтобы строительными компаниями, чтобы взяли больше ребят на трудовые устройства, чтобы они больше зарабатывали. Для студентов это очень… ну, во время каникул, чтобы просто так дома они сидели, получать хорошую заработную плату в этом году, например. А в том году получали ребята больше 100 тысяч, плюс еще от республиканского штаба у нас остается премия в размере 38 тысяч теньги. 100 тысяч плюс 38, плюс форму даем мы безвозвратную, у них остается вполне хорошая заработная плата. За один сезон, да? За один месяц, да. Да. Если боец хорошо работает, мы, конечно, продлеваем его работу. Ну, в том случае, если работодатель говорит, можем мы его в дальнейшем оставить на работу, да, конечно, мы соглашаемся. Ну, вот этот год от предыдущего чем будет отличаться? Какое одно-два основных отличия будет? Больше трудоустроенных бойцов, четвертый раз стать лучшим штабом Казахстана, почему бы и нет, и провести различные проекты. Ну, надеемся, что пандемия стихнет, и получится какие-то акции провести массовые, чтобы в сознании и детей, и молодежи прививалось зеленое мышление. Ну, в этом году, тем более, 30 лет независимости республики Казахстан. Надеемся, что-нибудь такое сделаем запоминающееся. Вот, точно так же мы нарисовали мурал еще Беркутши по улице Тора Игорева, Назарбаева. И, надеюсь, в этом году точно так же порадуем наших горожан большим муралом. Надеюсь на это. Ну, что ж, спасибо и успехов в вашей работе. Это был Арамбар. Смотрите нас дважды в неделю на телеканале ЕРТС-ТВ. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»